Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан с последними событиями. К вам я была Ахмедова и мои коллеги. Здравствуйте. И по традиции в начале небольшой анонс. Спешка ценою в жизнь. 18 человек погибли в республике в ДТП с участием пешеходов. Подробнее в самом начале выпуска. Ослы и носилки в прошлом. У жителей села Хурше Цумадинского района долгожданный праздник. Там впервые открыли автомобильную дорогу. Снова пожар. К счастью, не настоящий, а условный. Сотрудники МЧС проводят учения в местах большого скопления людей. Житель Махачкалы, подозреваемый в убийстве брата, заключен под стражем. В настоящий момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий для закрепления доказательной базы. Напомним, что убийство произошло днем 26 августа в столице республики. 20-летний подозреваемый поссорился с 28-летним братом и мирно конфликт они разрешить не смогли. Тогда фигурант схватил нож и ударил родственника, а затем и выстрелил из травматического пистолета, из-за чего тот скончался на месте происшествия. 18 пешеходов погибли, 31 получили травмы в ДТП на дорогах Дагестана. Статистику с начала года озвучили региональные госавтоинспекции. Так установлено, что аварии с пешеходом происходят довольно часто и в большинстве случаев по его собственной вине. Чтобы изменить ситуацию, в столице республики проходят профилактические рейды. Направлены они на выявление и пресечение нарушений, в частности на федеральных дорогах. И к другим темам. В высокогорном селе Хушет Сумадинского района долгожданный праздник. Автомобильная дорога, которую местные жители ждали всю свою жизнь, наконец достроена. Ранее они пользовались небезопасной тропинкой и буквально на своих плечах доставляли в село все необходимое для жизни. Какие трудности испытывали сельчане до и какие удобства появились со строительством автодороги в сюжете Курбана Рагимова. Село Хушет расположено на высоте около 2000 метров в местности со сложным рельефом. Здесь никогда не было автодороги и долгие годы село было буквально отрезано от цивилизации. Местные жители, чтобы добраться отсюда до ближайшей автодороги, проделывали путь в длину и в несколько десятков километров. Зимой по льду и летом в жару. Вот так пешком на себе и зачастую на ослах. Жители села Хушет доставляют продукты, стройматериалы и все необходимое для жизни. А кадры, где сельчане по узкой горной тропинке несут больную беременную женщину, разлетелись по всей стране. Теперь все эти трудности позади. Новая автодорога значительно упростит жизнь хушетинцев. Мы можем глазами видеть, и даже местные жители души не можем верить о том, что у нас есть автомобильные дороги. Конечно, это просто безупречно, это словами не передать. Кто занимается стройкой, кто занимается хозяйственной деятельностью, то есть все можем теперь на машины возить. А то, что касается на ослах, на других транспортах, это было очень трудно. И некоторые вещи попортились по дороге, некоторые даже купили новые, но не добирались до дома. Тоже такие были моменты. Проложить здесь дорогу пробовали неоднократно, начиная еще с 1970-х годов. Более пяти лет назад за реализацию крупного проекта взялся местный меценат Абдурахман Камилов. В дорогу жизни он вложил около полумиллиарда рублей. Я просил священного, чтобы мне дал возможность помочь этим людям проложить эту дорогу. Я и не ожидал, что я могу сам своими средствами реализовать этот проект. Но так получилось, что мои намерения реализовались в чистую. Бывали тяжелые моменты, но я стройку не останавливал. Я залезал в долги, брал деньги в долг, но дорогу я не останавливал. Я каждый год шел к той цели, которую я наметил для себя. Несмотря на сложные условия, в высокогорном Хушете живет около тысячи человек. Для них открытие дороги – новый этап жизни. А первые машины жители встречают прямо у въезда. Это дорога, это жизненно необходимая дорога была. Много вокруг негативных, позитивных моментов было. Много разговоров было, что дорогу невозможно пробить. Проложил Абдурахман Саидович, довел до конца. Вы видели лица благодарных учительцев. Это малая часть. Они же в основном на сезонных работах за пределами. Конечно, неделю назад уже дорога открыта. Но мы, конечно, уже планируем, мы уже запроектировали, конечно, более нормативно-качественное состояние ее провести. И с началом 2024 года мы уже начнем эти строительно-монтажные работы. На сегодняшний день у нас уже подготовлена на 13,6 километров дороги подготовлена уже проектно-спортная документация. В ближайшие действия, наверное, получим мы уже положительное заключение экспертизы. И, конечно, уже законтрактуем. И с начала 2024 года мы его уже будем, конечно, отрабатывать. Это самое главное. Живописные горные леса занимают пятую часть территории Цумадинского района. Поэтому транспортная артерия не только заметно облегчит жизнь жителям более 10 сел, но и откроет новые перспективы для развития горного туризма. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Цумадинский район. Турпоток в Дагестане вырос за август почти на 15%. Об этом заявила заместитель министра туризма республики Анна Безрокова. С начала года регион посетили более 1 миллиона человек. Это на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также увеличилось и количество официально зарегистрированных туроператоров, что составило 47 компаний. За последний месяц в Махачкале произошло множество пожаров, которые привели к потерям как имущества, так и жизни. Поэтому очень важно то, насколько быстро и качественно будет проведена эвакуация людей. Пожарно-тактические учения прошли в одном из торговых центров Махачкалы. Подробнее в сюжете Камилы Мехтихановой. Ей слово. Звучит сигнал тревоги. Всем срочно покинуть помещение. В ресторане на четвертом этаже пожар. В считанные минуты на место прибывают сотрудники МЧС. Две автоцистерны, подъемник, спасательный автомобиль и 37 человек личного состава. Перед пожарными две основные задачи. Вовремя эвакуировать людей и предотвратить распространение огня. Пострадавший есть там? Пострадавших еще неизвестно. Неизвестно, не знаете количество, где ждет. Важную роль в борьбе с огнем сыграл беспилотный летательный аппарат. Квадрокоптер в считанные минуты обнаружил пострадавших на кровле здания, вследствие чего их незамедлительно спасли и оказали первую помощь. Вскоре огнеборцы успешно ликвидировали пожар и эвакуировали людей из здания. В ведомстве отмечают, подобные плановые учения в местах скопления людей будут проходить регулярно. Сегодня провели тренировочные пожарно-технические учения на здании торгового центра «Седьмой континент». В ходе учения были отработаны действия личного состава подразделений пожарной охраны по спасению людей, по тушению условного пожара. Особенность данного объекта сложная заключается в том, что объект у нас с массовым пребыванием людей, сложной планировкой. Цели учения у нас достигнуты, все задачи поставлены и выполнены в полном объеме. Камила Мехтиханова, Дауд Гасанов. Новости ННТ Махачкала. Августовская конференция педагогических работников состоялась в Махачкале в стенах 61-й школы. Мероприятие началось с торжественной программы. Далее почетным гостям провели экскурсию. Их ознакомили с инновационными технологиями в образовательной сфере. Не обошлось и без культурной выставки. Главное мероприятие состоялось в актовом зале. На пленарном совещании собрались представители власти, научная интеллигенция и педагоги. Выступающие говорили о достижениях, проблемах и перспективах образования республики. Разбираем некоторые составляющие, которые определяют тренды на будущий учебный год. Например, скажу, что в этом году мы продвигаем и рекомендуем всем муниципалитетам переходить на пятидневную учебную неделю для детей, высвобождать часы для внеурочной деятельности, в которых так нуждаются наши ребята. Мы продвигаем концепцию концентрации усилий в новом учебном году на дошкольное и начальное образование, для того, чтобы повысить компетенцию наших педагогов данных уровней, которые мы по результатам диагностики, проведенной нами министерством, увидели несоответствующие требования сегодняшнего дня. Наша особенность в наличии направления подготовки теология. В других вузах этого нет нигде. И мы этим гордимся. Мы несем такую функцию, функцию воспитания практически духовно-нравственных выпускников, которые в последующем. Кстати, сегодня они уже востребованы в школах. Нас просят, чтобы мы дали наших выпускников в школу, и чтобы они пошли в последующую школу в том числе, и несли то бремя, которое на них возлагается. И к новостям спорта. В Махачкале завершился футбольный турнир «Кожаный мяч». В нем приняли участие школьники со всей республики. Больше сотни команд и тысячи игроков померялись силами на поле. В этом году мероприятие было посвящено столетию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова. Команды, занявшие призовые места, наградили футбольными мячами, кубком, медалями и грамотами. Также не остались без внимания и отличившиеся в номинациях игроки. Организатором турнира выступила администрация города Махачкалы. В этом турнире принимают участие более двух тысяч детей. Более сто команд принимали участие. Это еще раз радует тем, что детский спорт приобретает такой массовый характер, когда участвуют дворовые и уличные команды и показывают свое упорство, показывают свою тренированность и готовность бороться за победу. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также в социальных сетях. Хороших вам новостей. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова